Адам Махан Прабу, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, Кришнаятов часто обвиняют в идолопоклонстве, а пищу, которую Вы употребляете сами и распространяете людям, называют идоложертвенной. Вот что Вы можете сказать по этому поводу? Ну, здесь происходит перенос представлений из одной религии на терминологию, практику другой, что, в принципе, является не совсем корректным. Потому что в христианстве и, насколько я понимаю, в исламе, под идолопоклонством понимается поклонение чьему-то, не относящемуся к Богу и созданному воображением людей, некому объекту этого мира, как к Богу. Это называется идолопоклонством. И очень часто эти обвинения в адрес последователей ведической традиции, вайшнавов, которых называют кришнаитами, звучат вследствие того, что в их храмах происходит поклонение скульптурным формам, изображениям, которые кажутся идолами. Здесь необходимо пояснить, что ведическая традиция также осуждает преклонение человека перед какими-либо проявлениями материального мира, потому что материальный мир бессилен дать человеку духовное осознание. Более того, даже есть некие, навлеченные особой властью личности, которых называют в ведической традиции деватами или полубогами, которые управляют личными аспектами материального мира, оставаясь слугами Бога. Даже поклонение им, достаточно возвышенным, светлым личностям, лидерских традиций, порицается как поклонение второстепенной причине, а не главной причине силы сущей, изначальной личности Бога. Но в то же самое время веды говорят о том, что Господь по всему всемогуществу может проявиться в формах этого мира, когда того захочет, а когда его об этом просит, его чистый, преданный или святой, который может обладать силой проявить Бога в повседневной жизни, своим словом, своим наставлениями, своим примером, или попросить его проявиться в каких-то аспектах этого мира. Господь может, откликаясь на волю такого великого преданного, сделать себя доступным восприятием. Это происходит как раз тогда, когда Господь воплощается в иконах православной церкви, в изваяниях и статуях Христа, которым поклоняются в патолических церквях, либо в тех мурти, как их называют, или арчи-вимрахе, которым поклоняются в храмах Польшинова. Все эти, мы можем расходиться в деталях этого поклонения, насколько я знаю, христиане называют поклонение иконам, не поклонение, но почитание иконам. Пожалуйста, можно так. Однако, суть в том, что в божественности проявляются все эти образы. Нарисованы ли они на холсте, или на дереве, либо из вайн, из металла или мрамора. Эти формы должны быть написаны или проявлены чистыми людьми, которые делают это как подношение Богу. И они должны быть созданы в соответствии со строгими описаниями, канонами, которые содержатся где-то. В таком случае такие формы не являются идолами, не являются, если проводить аналогию, доступную нашему пониманию, как бы почтовым ящиком, который установлен в почтовом отделении, опуская в которое письмо мы можем быть уверены, он достигнет адресата. И вот через эти муртии, или эти формы, Господь проявляется в той полноте, в которой необходимо для того, чтобы убедить в своем существовании поклоняющиеся ему и принимать их подношения. Поэтому то, что подносится к такому, к такой форме, Бога не является этого жертвами. Если мы согласимся с тем определением, которое мы дали вначале, идол как некое проявление материального мира, в данном случае это неприменимое определение, потому что весь мы имеем дело с проявлением Бога в элементах материального мира. А скажите, как Вы считаете, вообще вот такое название, как бы клеймо, да, идолбоклонство, идолбоклонники, это вызвано больше незнанием, неосведомленностью людей, либо это какой-то политический мотив, который стоит с тобой целью, скажем, заклеймить, вызвать негативную... Не хочется верить, что это просто несведомленность, но будучи реалистом, я понимаю, что есть люди, которые пользуются неосведомленностью людей, своих политических мотивов, поэтому ответ будет и то, и другое. Часто это бывает так. Чтобы пояснить отношение вайшнавов к этим формам, скульптурным формам, которым они поклоняются в храмах, наверное, будет корректно привести пример с тем, что называется христианное присуществление, когда в алтаре Богу в христианском храме, просто на храме предлагается хлеб и вино. Согласно христианскому богословию, в момент, когда эти дары подносятся, они присуществляются, они превращаются в тело Христа и в кровь Христа. И считать, что это лишь символы, представляющие, символизирующие тело и кровь Христа, является оскорблением и ереси. То есть каким-то непостижимым для нас, но постижимым для Господа способом эти вполне материальные вещи, созданные из муки, из воды, из винограда и так далее, превращаются в трансцендентное, в духовное тело. Точно такой же процесс происходит, когда эти скульптурные формы, вы проявлены, созданные ремесленниками, людьми, которые занимаются изготовлением форм, из материальных элементов, из металла, когда путем определенных церемоний, и когда Господа обращается с молитвой, чтобы он вошел в эти формы, и сделал их неотличными от себя, это происходит. Поэтому винить байшнава в том, что они поклоняются идолу, можно не чуть не большей степенью правоты, чем винить самих христиан в том, что они поклоняются Христу в форме, или идолу в форме хлеба и вина, хотя на самом деле никакого отношения они, как кто-то может сказать, Христу не имеют. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.